Недвижимость за границей Недвижимость за границей На жилья это лишь часть расходов. Жилищно-коммунальные услуги плюс охрана и уборка стоят как минимум 50 долларов в месяц. Платить придется даже во время длительного отсутствия. За оформление документов можно не беспокоиться. Сейчас для этого совсем не обязательно получать вид на жительство. Достаточно одного загранпаспорта. Человек обязательно должен нанимать адвоката. Стоимость и слуг адвоката 1600 американских долларов. Адвокат полностью ведет, контролирует легализацию сделки, состояние недвижимости, готовы ли бумаги на недвижимость, не готовы. После заключения договора нужно сразу требовать свидетельства о собственности. В разных странах оно может иметь разное название. Например, в Турции это ТАПУ. Вне зависимости от имени документа он дает право распоряжаться собственностью как угодно. Сдавать в аренду, продать или завещать. Исключение – земля в Таиланде, которая навеки принадлежит королю. Если купить там не квартиру, а дом, то его придется регистрировать на тайскую компанию. На вопрос, насколько это безопасно, у риэлторов есть один ответ. Таиланд – это королевство, в котором господствующая религия буддизма. Одним из главных правил буддизма является не навреди, не обмани. Поэтому случаев мошенничества в Таиланде на высоком уровне, в общем-то, мы с этим не сталкивались ни разу. Чтобы не купить вместо шикарного дома у моря избушку, нужно заключать контракт с проверенной фирмой. Отличает ее от десятка других, например, качественный сайт с максимально подробным описанием о сделке. И, что самое главное, не меньше 10 лет успешной работы на рынке заграничной недвижимости.